Здравствуйте! В прямом эфире Ararat News. Время новостей. В студии Алина Серегина. Министерство промышленности России объявило торговое представительство в Армении лучшим в 2021 году. Министерство промышленности и торговли в России объявило торговое представительство России в Армении лучшим из зарубежных торговых представительств страны по итогам 2021 года. Торговое представительство в Армении удостоилось сразу трех наград за достижение наилучших результатов, за достижение наилучшего результата по организации деловых мероприятий, а также за лучшую исполнительскую репутацию. Награду торгового представительства в Армении Анне Доченко вручил министр промышленности и торговли России Денис Монтуров в ходе международной промышленной выставки Иннопром, прошедшей в Екатеринбурге. Одним из основных критериев оценки был объем экспортных контрактов, не относящийся к энергетике и сырьевой экономике. В 2021 году при содействии торгового представительства российских компаний заключили около 127 таких экспортных контрактов на сумму 75,5 млн долларов. Вашингтон предложит помощь Еревану в формировании современной полиции. Вашингтон готов продолжать содействие Армении в вопросе формирования современной полиции. Об этом говорится в заявлении посольства США в Ереване. Американское ДИП-представительство поздравило Армению с первой годовщиной создания патрульной службы полиции. Посольство США готово продолжать содействие Армении в вопросе формирования современной полиции, которая будет служить делу защиты граждан страны наилучшим образом, поджогнуто в посольстве. Отметим, что меморандум о содействии в формировании патрульной полиции посол США Лин Трейси подписала в сентябре 2020 года с начальником полиции Армении Ваге Казаряном. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции на западном участке границы. Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям на западном участке границы. Об этом сообщает оборонное ведомство Армении. Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного, по армянским позициям на западном участке армяно-азербайджанской границы, в частности в направлении села Елпин в Айзорской области, говорится в сообщении. Минобороны сообщает также, что обстреливалась и дорога, ведущая в село, вследствие чего поврежден гражданский автомобиль. Ответными действиями армянская сторона погасила огневую активность вооруженных сил Азербайджана. С армянской стороны пострадавших нет. Никол Пашинян наградил 100-летнюю Ашулуиста Девосян медалью к 30-летию Республики Армения. Пример-министр Никол Пашинян наградил 100-летнюю и жительницу Сюнника Ашулуиста Девосян медалью к 30-летию Республики Армения. Награду передала жена премьер-министра Анна Акопян, которая навестила женщину. Девосян рассказала Акопян, что пошла на войну в 19-летнем возрасте и была пулеметчицей. Она также показала все полученные медали и рассказала про каждую из них. Женщина рассказала, что жалоб на здоровье нет, только есть небольшая проблема со слухом. Она также зачитала стихотворение Микаева Налбандяна «Свобода», говорится в сообщении Акопян. Ранее в день рождения бабушки ее посетил губернатор области Роберт Гукасян. Ему она рассказала, что училась в 10-м классе, когда, не получив известий с фронта о брате, в таянии от родителей отправилась туда сама. Брата она так и не нашла, но три года послужила в качестве пулеметчицей в площади Великой Отечественной войны. После войны она вернулась домой, работала в пекарне на строительстве. После этого долгое время проработала в Каджаранском медном олимптеновом комбинате. Отметим, что для Васян четверо детей, 11 внуков и 10 правнуков. В аэропорту Капана объявлен набор сотрудников, но перезапуск не ожидается. Капанский аэропорт объявил о наборе сотрудников на свободные вакансии, однако перезапуска работы в воздушной гавани не ожидается. Пресс-служба администрации Чюникской области распространила заявление «Зао Чюникский аэропорт» о наборе на вакансии грузчика, уборщицы, сотрудников авиационной безопасности, специалиста по связи, энергетике, специалиста по системе обогрева и охлаждения и сотрудника обслуживания зала прилета». В Министерстве территориального управления Армении сообщили, что сотрудники необходимы для сохранения аэропорта. С перезапуском работы в воздушной гавани это не связано. Кроме того, были сотрудники, которые уволились вместо них и принимают новых. Отметим, что Капанский аэропорт должен был быть готов к эксплуатации осенью 2020 года. Однако после войны в Арцахе и отвода армянских войск, азербайджанские военные расположились в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы. Университет Зальцбурга учредил гранты для изучения культурного наследия Арцаха. По инициативе заведующей кафедры армяноведа Жасмин Дум Таргут, отдел армяноведения Центра изучения Христианского Востока Зальцбургского университета в Австрии учредил стипендии для исследователей, изучающих духовное и культурное наследие Арцаха. Об этом сообщают в Министерстве образования и культуры Армении. Целью новой стипендиальной программы, которая стартовала весной 2022 года, является поощрение молодых исследователей к изучению тем, связанных с культурой и историей искусства Арцаха, с особым акцентом на вопросы, связанные с материальным и нематериальным культурным наследием. Максимальная сумма стипендий составляет 3000 евро. В рамках субсидий также возможно организовать краткосрочное пребывание в Зальцбурге. Прием заявок на гранды на арминоведческие исследования, посвященные культурному и духовному наследию Арцаха, начался 1 июля и заканчивается 1 октября 2022 года. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!